Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренней в серебряной росе, Слышу голос и вонящая дорога. Ну, пойдём дальше. Алексей, значит, уважаемый Валерий, вы, ведь вы учитель, и простите меня, но у вас должны быть ответы на вопросы. Важнейшее письмо. Если на все, то на большую часть. Мне вы предлагаете потратить долгие годы, я не против, если живу, буду. Но глупо было бы не пользоваться при этом опытом предшественников. Вы представляете, если саженцы будут творчены в одном питомнике, в одном питомнике, один по методу Миколенко, а другие по методу Железова, и выставлены на продажу. Понимаете, как абсурдно выглядит? Поэтому должен быть один метод. Ну, уже сразу с выводом не согласен, что один метод. Дело в том, что Миколенко я набрал, оказалось, я не стал смотреть, только принцип. Наверняка классическое садоводство, наверняка эти самые клоновые подвои, наверняка красивый сад, естественно, что что-то одно. А это Белоруссия. Я работаю не на белорусов, не на русских, не на казахов. Я работаю на везде, где мороз. Почему? Потому что минимальное вмешательство, оно дает шанс деревьям. У нас потеряли мы не миллионы. Что вы, какие миллионы деревьев? Мы потеряли миллиарды. И если где-то, допустим, в более южном районе хоть что-то теплится, то у нас в России ни черта не теплится. Я имею в виду, помните, я называл Среднерусская равнина, Западно-Сибирская низменность, ну и так далее. Вот у нас даже в Северной Казахстане это Сибирь натуральная. Вот. Поэтому один метод не может быть. Теперь я ничего не могу сказать, да? Если буду ставить саженцы на продажу, это ваш пример Железова, и тут же саженцы Микоренко. Вы же догадывались, какие они. Я взял, для примера, логовые сады. Вот. Это одна из самых южных в мире стран. Вот. Очень большая, назовем, трудозатраты, себестоимость. Это завод. А я работаю только на любителей. Моя технология отрицает промышленные сады. Вот. Отрицает. Хотя, в общем-то, можно было бы не отрицать, а, как сказать, там тоже есть свои хитрости, когда можно сразу... Вот я сейчас приведу один пример. Сейчас поймете. Опыт предшественников. А я и есть тот самый предшественник. Итак, классический сад. Так. Вот. Который был, все как положено, в общем, так. Даже не сибирок, а сраниток. Ну, его сожгли. Там я видел, что правильно делалось, классическое, что неправильно. А уже сейчас я практически полностью отрицаю. Так попробую. Я так попробую. Ну, давайте сравним. Самое главное, куда я зацепляюсь. Мне вы предлагаете потратить долгие годы. Давайте смотреть, где я предлагал долгие годы. Сеянцы вырастут. Так. Это один год, как правило. Привить. Берешь веточку с взрослого дерева. Нет. С взрослого. Молодого. Возвращающего дерева. И на третий год получаешь первые плоды. На четвертый уже получаешь. Она себя окупает. Ну, разве это долго. А теперь возьмем еще быстрее. Итак, я остался у разбитого корыта. То есть, сад сожжен полностью. Вот. Аукнулась моя работа на заводе. И... Как я... Это... Вернуться сюда было невозможно. Потому что два раза сжигали. А сожжение будет третий раз. Значит, на остров вернуться было невозможно. Я вернулся на дачу. Прикупил земли. Часть выпилил. То, что не представляло особой ценности. И давая... Внимание. Это очень важно. Это мой опыт. Который я и пропагандирую. До тайги с этими... С сибирками, яблонями, дикими. Сто метров. В одну сторону по берегу реки. Нет, двести метров. И туда, ну, метров четыреста. И я в тайге... Я это самое беру. И... Одни корневые отводки. Посадил. Я их. И сразу привил. О ком земли. Помните, я вам показывал. Вот эти вот. Вот прямо с такими комами. Привил. Осенью у меня есть, чем продавать. А лучшие из лучших остались на месте. И на следующий год зацвели. А вы говорите, что я вам предлагаю долгие. Это яблони. Бегом надо было... Со сливами. Сливы китайки я спилил. У меня их было штук сорок. А на дачном участке это роскошь. А подвои вылезли мгновенно. Вот так. Я вам потом покажу кое-какие я приготовил. Вот так вылезли подвои. И я их тут же привил. На второй год. Я не преувеличиваю. Они первый же год заложили цветочные почки. Некоторые на второй год. Но на третий год у меня уже были эти самые. И черенки на прививку. Все было. Вот. Это два. Вишни я вам показывал. Это три. И вишни. И главное череш. А черешня. Это ооо. Для Сибири круто. Ну про персики я тоже рассказывал. А персики опять подвои те же абрикосы. А этот я оставил. Вот этот вот абрикос. Которому сейчас 30. Если брать с рождения 36-38 лет. Вот. А он и все эти годы как и сейчас дает. Такие косточки. Давал и будет давать. Вот. Тут вообще проблем нет. А теперь еще не все. Смотрите. Я не селекционер. Меня как было. Кто-то назвал селекционером. И тут же они на меня на него набрали. Какой железо. Да. Металл. Вот. И я с острова что? Там был расчистлен науке. Это наука. Это не то что я рассказываю как на охоте попал в этого глухаря или промазал. Вот. Или одним выстрелом трех глухарей снял. Это наука. Я расчистил участок распахал. Посадил тысячу пятьсот косточек под зиму. Тысячу пятьсот косточек этих же маджурцев. На острове. Сада нет. Ничего нет. А выросло сто. Сто семьдесят сеньцев. Они же выросли. Не просто сто семьдесят. Они все были посажены. Все одинаково хранили. Все одинаково. Но почему выросло сто семьдесят. А там тысячу триста не пошло. Но если уже они пошли. Это уже была элита. Это будущее были. Эти самые. Вот это. То, что сделало меня знаменитым. Вот это вот. Это все с них началось. Понимаете? И я его делю. Я когда сказал тогда, что это сам углов. Будущий авторитет. Он у меня выписал веточку. Я так удивился. Это такая редкая. Дикая груша. Будут у него свои груши. А я так же вот добивался успеха. И у меня это. Ну все. Все. Я ответил. Какие долгие годы. В 2005 году сожгли сад. Второй раз сожгли восьмом. Но там уже я мало чего успел сделать. Вот. Я уже понял, что меня оттуда выживает навсегда. Вот. А весна 2005. 2005. 2006. 2007. 2008. Я вам уже показывал. Вот там половина фотографий. Там с острова всего несколько. Из собрался деревьев есть. Но половина фотографий. С двух, трех, четырехлетних деревьев. Вот эти вот вся эта роскошь. Какой чертов я предлагаю потратить долгие годы. Я как раз Алексей и живу для того, чтобы вы не тратили долгие годы. Вот. Ну а насчет Белоруссии вопрос не закончен. Значит, долговые сады в России. Ошибка страшная. Официально принятая. Потому что они смотрят вот так. Вот. И ничего не понимают. Я имею в виду руководители наши. Вот так вот. Ой. Ладно. Теперь, значит, вам я еще отвечал официально. Помните? И рад, что есть вы один из немногих ищущих ещен на Добревске. Ну, то есть, Белорусс резал, а Сибиряк не резал. Я уже объяснил. Где-то это может пройти, а где-то это номер не проходит. Я вам написал такой ответ. Уже официально. И сейчас официально заявляю. Таким являлся и... То есть, вот, человеком, ищущим истину. Вот. Курдивого не стал приезжать ко мне. Если бы не искал. Мы искали хоть одну зажившую рану на множестве деревьев при обрезке на кольцо. И не нашли. Я пошел дальше и начал распиливать мертвые деревья через раны. И открыл страшную правду. Это я вам отвечаю, Алексей. Извините за простые выводы. Через раны мороз проникает внутрь дерева и уничтожает внутрь рности. За мертвой тканью проникают грибы. За мертвой тканью. За живой никогда. Вот эта ошибка страшная. Всей мировой науки. Повторяю. За мертвой тканью проникают грибы. И едят ее. Делая свою законную работу. За что по недоразумению проклятый. А я единственный на планете благодарен. Пока да. Изувеченное дерево вынуждено свернуть программу развития. И из последних сил дать максимальное количество семян. И сохранить уже не себя, а потомство. И эту обрезку ошибочно считают успешной и эффективной. А потом расплатно. Это то, что я называю предсмертный урожай. Примечание. Свои выводы распространяю на все территории планеты, где есть мороз. Вот так вот. Когда-то это войдет в учебники. А то грибы виноваты. Берите стамеску. Продолжение следует... Продолжение следует...